Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся с вами в Бравл Старс. Да, и как я и обещал, сегодня мы поиграем в новое событие. Ну, как новое? Я не знаю, новое, ну или не новое. Раборубка. Раборубка у нас уже была, вот, защитники хранилища. Я что-то не очень хорошо помню, на самом деле, вот именно такую раборубку. Поэтому, возможно, она будет интересной. Событие заканчивается через 21 час, 22 минуты. Мы постараемся сегодня побольше поиграть именно в этом режиме обязательно. Может быть, сыграем в другие, но это мало, вероятно, на самом деле. Хочется все-таки потратить и жетон, у меня их бесконечность. Да, кстати, давайте перед тем, как войти, откроем сундучок и получим себе бесплатный сундучок. Во-первых, что у нас в бесплатном сундучке будет? Мне интересно посмотреть. Ну, теперь надо жать на него. Раньше не надо было жать. Очки для Джесси, Поко, все дела. Как я понимаю, обновили игру. Она стала немножко по-другому работать. Что-то, видимо, изменилось. Также давайте посмотрим, что в этом сундуке у нас. Монетки, очки силы для Рика и очки силы для Пенни. Хорошо. Также бойцы у нас, как мы видим, не все прокачаны. Монетки у нас уже скапливаются, нам некуда их тратить, потому что у нас не хватает очков силы для пацанов. Нифига себе, всего за 60 рубинов, можно мегаящик купить. Но, к сожалению, у меня не хватает. Могу 12 очков силы купить для этого чувака, могу 7 для этой. Могу 26 для Пока и 32 очка для Ниты. Я вот думаю, стоит ли тратить монетки. Давайте потратим монетки. Я хочу прокачать все-таки рано или поздно героев, поэтому мы с вами сейчас потратим большую часть своих монет. Возможно, даже и все, если накопим еще потом. Ну, давайте для Ниты еще. А вот для Пока пока не буду брать. У меня он достаточно высокого уровня. Не знаю, нужен ли мне для него грейд. Ну, ладно, готово. Давайте еще посмотрим, что у нас за событие новое. Обязательно начнем играть. У него награда Х2, награда Х3, награда... А, я могу сразу кучу билетов, короче, использовать. Ясно, понятно. А давайте рискнем, знаете. Я вот возьму Х5 сразу. Хочу вот Х5 себе награду, чтобы жестко было. И проверим, как у нас получится что-то сделать или нет. Не знаю, правда, хорошо, что я выбрал Рикошета или нет. Может, стоило выбрать какого-нибудь из механиков. Блин, у нас такие персонажи жесткие. Точнее, не очень жесткие. Наоборот, мне не нравится, что у нас такие персонажи. Да, блин, вот... А у них еще и стрелки, да. Так как мы уже видели, там были стрелки указаны у противника. Но, в принципе, неплохо, пока играет наша команда. Единственное, что Барли просто стоит. Он серьезно так будет... А нет, смотрите. Умно, умно, умно. Нифига себе, а жестко он придумал, на самом деле. Вы смотрите-ка. Если мы тусуемся в центре, то сверху противники вообще не проходят. Так, можете помочь мне тут с бацаном? Чтобы он мне это... Не задамажил. Так, пошел сюда. Давайте добьем его. Дальше идет там пацан. Ну, это я справлюсь, я думаю. Ну, может быть, Нита мне немножечко поможет. Так, снизу, чувак. Снизу, снизу, снизу. Это важно. Так, давайте я туда закину. Супер. Не знаю, правда, зачем. Но просто закину. Ради того, чтобы закинулся. Так, давай добиваем этого ложка. Ложка. И вон там идут у нас эти стрелки уже. Не очень приятно. Надо вейдить их, потому что тратить свою энергию, чтобы... Тратить свое время, чтобы восстанавливать здоровье, это не очень круто, на самом деле. Блин, фак. Не очень хорошо получается, на самом деле, играть, потому что Барли как-то очень странно себя показывает. У него есть какая-то, типа, зачатки стратегии, но при этом он как-то, ну, не знаю, что-то не так делает немного. У нас там босс сверху, я бы хотел на него супер выжить, прежде чем я сдохну. Хотя, не факт далеко, что я сдохну с другой стороны. Ух ты, увернулся от ракет. Давайте я чуть-чуть вот так вот повафлю. Буквально совсем немножечко, хотя бы чуть-чуть здоровье восстановить. Так, и начну уже потихонечку дамажить босса. Так, здесь у меня восстановились патроны. Давайте еще, еще. Давай, 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 давай. Супер, супер, супер. Выпустил у него все, минус босс. Хорошо, что хотя бы первого завалили, но это только первый босс. Как бы мы доходили до второго. По-моему, второго даже валили. Не знаю, получится ли у нас дойти в этот раз. Что-то мне очень сомнительным это кажется, потому что противники жирные, а мы не успеваем их пробивать. Это не очень круто получается. Но у нас есть, по крайней мере, награда x5. Если мы прошли уже с вами первого босса, уже хорошо. Блин, начинаются вот эти вот лаги с серверами. Опять какие-то. Давайте я вынесу этот шарик. Он меня раздражает. Так, сюда супер полетит, потому что почему бы нет, как говорится. Так, и все. И теперь мне надо, пока никого нету, чисто отхилиться. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть отхилиться. Буквально немножечко. Так, давай-ка пошли сюда. Блин, нашего героя убили из-за того, что я не помог ему справиться с противником. Это некрасиво, конечно, получилось. Но я ничего не могу сделать, если у меня мало здоровья. Я просто тогда умру и все. Так, все, мне конец. Да-да-да. Не знаю, не думаю, что они затащат. Но если они хотя бы затащат, было бы неплохо. Нет, они не затащили. К сожалению, очень быстро развалили. С двух сторон стреляли. У нас урона не хватает, чтобы расправиться с ними быстро. Даже медведь не помог. Почему он по медведю не стал бить, после того, как медведь стал бить его? Чисто на сейфе сфокусировался. Но, тем не менее, мы получили с вами два очка. Очень даже неплохо. Давайте еще сыграем, не знаю, там, с наградой Х3. Давайте Х3 сыграем тоже. Почему бы нет? Нет, но за другого бойца, я думаю, за более подходящего. Хотя Рика достаточно неплохой персонаж, мне кажется. У нас еще заблокированы вот эти вот все бойцы, да? Дофига еще, на самом деле, их. Три легендарки. Три какие-то, видимо, очень редких. Три еще каких-то. Еще один редкий. Еще один редкий. И три обычных персонажа еще у нас не разблокированы. Как я понимаю, это значит редкость. Вот эти вот всякие ореолы вокруг них. У меня, по-моему, только синенькие самые лучшие. Ну, то есть, есть фиолетовые, есть красные, есть желтые. Они еще более крутые, чем мои персы. Самые сильные. Можно взять Пенни. Пенни будет, по сути, мартира, если что, фигачить. Это нормальная тема. За стеной куда-нибудь установить. Можно взять Джесси. Джесси будет ставить другие турельки. Да, давайте Джесси возьмем. Джесси, мне кажется, хороша будет для этого режима. Не знаю, получится ли у нас затащить. Я думаю, да, получится. Ну, как затащить? Дойти как можно дальше. Х3 у нас награда. Просто эти билеты, я их все не успею сыграть с вами. 25 матчей мы точно не проведем. Поэтому буду тратить вот эти вот Х с чем-то там. Потому что через 24 часа закончится. Все равно потом мы уже не успеем с вами сыграть. У нас чисто... Блин, ну попади, наконец-то попал. Так, ну ты справишься там, наверное, с этим чуваком? Да, все верно. Молодец. Справился. Хотя, стоило, наверное, Пенни взять. Потому что вот здесь вот сверху поставить турель, мне кажется, прям идеально было бы. Так, ну блин, у меня урона мало очень. Очень мало урона. Надо скорее накапливать эту штуку и ставить рядом с сейфом где-нибудь турельку. Но ее быстро вынесут, так как она стреляет не через стены, а только, как вы понимаете... Чувак, помоги чуть-чуть. Немножечко плохо. Помогаешь ты! Надо лучше! Там чувак, помоги его убить. Ух ты, как он напрыгнул-то жестко. Вот это красиво было. Так, чувак, восстанови здоровье и не рыпайся сейчас особо. Не знаю, зачем, правда, он там камни нам разрушил. Но это хотя бы не на базе, поэтому все нормально. Не знаю, что там дробовичник делает. Его там зажали в углу. Чувак, ну куда ты пошел? Не знаю, зачем он это делает. Видимо, держит противников далеко от нашей точки. Да блин, не в этого стреляй, чувак. Вот в этого надо стрелять. Да, давай, 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 давай. Так, ставим турельку сейчас вот здесь вот где-нибудь. Его, конечно, быстро сейчас развалят, зараза. Пожалуйста, не дайте развалить. Фух, слава богу, отлично, повезло. Но она, скорее всего, развалится скоро, но я успею накопить, наверное, на новую. Так, это жестко, они там стреляют. Так, давайте вот так вот сделаем. До босса, к сожалению, не долетает, потому что он решил с другой стороны пойти. А мы его сейчас будем кайтить. Будем его кайтить, то есть заставлять идти не в ту сторону, куда надо. Да господи, что ты наделал, лохопед или кто это? Или это дробовещник наш сломал стену, было очень не круто вот сейчас вот это. Ты как бы понимаешь, чувак, да? Так, давайте здесь поставим еще одну турель, благо она перезарядилась. Старую нас вынесла вот эта маленькая какашка. Так, ну турель неплохо, неплохо его раздамаживает. Давайте, чуваки, соберитесь все вместе. Да куда ушел этот чувак? Он умер что ли или что? Блин, нет, он не умер, он, видимо, дрался с каким-то пацаном. Я надеюсь, вы хотя бы этого убьете. Да, спасибо, молодцы. Ну, моя турель, по крайней мере, поможет вот этому чуваку, пока мы отсутствуем с другим товарищем нашим. Такс. Бей меня, бей меня, бей меня. Все, отвали, перекрати меня бить. Так, я поставлю турель, чтобы они стреляли в турель. Это на пару секунд позволит мне сохранить наш сейф. Так, ну там убили, но и все, здесь как бы... Давай, впитываем, пацаны, впитываем. Впитываем от него патроны. Блин, а там сверху все, это проигрыш. Но мы, в принципе, примерно так же дошли. 2 минуты 30 секунд, не особо долго. Ну, ладно, пойдет, в принципе. Почему бы нет? 45 награды у нас с жетончиков. Можем открыть новый сундучок. Давайте таки сделаем. Новый сундучок. Посмотрим, что там у нас. Монеты, очки силы для Пенни, очки силы для Була. Все получено, все хорошо. Можно, давайте перейдем в магазин, в магазинчик. Докупим оставшиеся наши очки силы. Допустим, это очки силы для нашего Пока. Надо все-таки их покупать, даже если не хватает до повышения. Так, подождите, я случайно нажал. Ну, ладно, окей, я случайно нажал. Сыграем еще раз. Я просто хотел заменить героя на Пенни. Но что-то протупил. Это, конечно, не очень хорошо сейчас получилось. Но тут у нас есть Барли, есть вот этот пацан. Он очень круто, кстати, играет в этом режиме. Я даже не ожидал, что он будет так прикольно играть. То есть, он вблизи просто всех разносит за секунды. У него такой бешеный урон на ближней дистанции. Вот у этого рестлера. Я это уж и заметил, знаете, когда играл. Чисто пи-ви-пи матчи. Так, на, получай. Так, надо избавиться от этого пацана. Чувак, помоги мне. И давай ему дамажить сейф. Блин, он меня задамажил. Ладно, я чуть-чуть восстановлю здоровье. Вы задержите там пока на пару секунд, пацана. Так, так, так. Засадил пару раз него. Так, ну и сверху, пацана, я думаю, мы тоже быстренько добьем. И я думаю, вот куда турельку здесь поставить. И не могу придумать подходящее место. Куда же бы ее запихнуть-то, а? Барли, добей его, пожалуйста. Спасибо большое. Услужил, братан. Так, с минус этот. Давайте я пока поставлю просто вот тупо на сейф. Тупо на сейф турель поставим. Пусть, я не знаю, сейф впитывает, турель стреляет. Будет у нас стрелковый сейф, так сказать. Волна идет большой робот, это мы все помним. Мы, кстати, почти не потеряли здоровье у сейфа перед большим роботом. Но мы с тобой и вообще не теряли, я помню, когда-то здоровье, когда доходили до босса. Так, босс идет теперь снизу. Это, конечно, я немножечко ошибся. С тем направлением, куда я собирался побежать. Так, Барли очень хорошо закинул, на самом деле. Мне очень понравился вот это вот его, так сказать, игра. Такс, погнал, погнал. Так, я постараюсь задамажить его как можно больше, не получается. Так, турель надо новую ставить. Опа, есть, успел перед смертью поставить, но это ненадолго, правда, да? Всех наших вынесли, к сожалению. Да сдохни ты уже когда-нибудь или нет? Блин, меня вынесли. Пацаны там снизу идут, защитите сейф. Ну, знаете, такое себе. Не очень хорошо у нас получается играть. Противники все равно проходят очень быстро. Причем. И мы не успеваем их выносить. Я не знаю, тут есть вообще сколько тут стадий. Тут реально можно пройти вот эту вторую стадию и дойти дальше или что вообще? Не знаю, пройдем ли мы дальше. Больше ли времени продержимся, чем обычно. Мне кажется, примерно столько же. Так, давайте я вот сюда турель поставлю. Пусть она потихонечку дамажит. Постараюсь впитать как можно больше урона, чтобы по сейфу не досталось. Либо буду уворачивать и, наоборот, дамаг, так сказать, перенаправлять. Так, очень жестко. Тут нас прессуют и скоро сейф, скорее всего, вынесут. Нам надо избавиться вот от этого пацана. Успел выстрелить в него. Я надеюсь, наш защитник его добьет. Там сверху еще пацан. Давайте добейте его. Впитывай, впитывай урон. А, ну тут со всех сторон как бы пришли. Он один остался. Ну, тут шансов не было. Ну, мы вроде подольше продержались в этот раз на 10 секунд. Но, тем не менее, получаем всякие очки. Здесь 16. Что-то как-то не Х4 это было на самом деле. Как-то очень мало очков дали. Не знаю уж почему. Ну, да ладно. Давайте продолжим играть. Пока все жетоны, наверное, не потратим. Давайте, знаете, как сыграем. Я выберу сейчас бойцов. Бойцы, пожалуй. И я выберу себе пенни, да. Выбираем пенни. Награду мы ставим себе. Х10. И погнали, короче. Я не знаю. Это будет либо эпик фейл, либо эпик вин. То есть, если мы продержимся хотя бы 3 минутки, я уже получу достаточно большую награду. Почему бы не Х10, да? Роборука, защищай сейф. Я просто сейчас трачу все жетоны, потому что я не успею их себе потратить. Вместе с вами. Так, что у нас здесь есть? Противники идут сверху. Я думаю, снизу тоже пошли, пацаны. Ну, давайте сюда закинем парочку. Что там, динамит? Да, да, да. Пенни у нас. Тоже у нас эти две турели будет неплохое начало. Но вот то, что динамит, к примеру, да, получил урон. Это, конечно, начальная этапа пока, но они очень играют рискованно, пацаны. И вот посмотрите, просто они тупо выносят всех в упор. Я не знаю, правильно ли это они делают или нет, но... Я как-то не очень верю в их тактику или типа того. Здесь надо уворачиваться хоть что-то, я не знаю. Там дальше-то будет вообще пипец же, если так. Ну вот смотрите, они тупо не защищают сейф. На наш сейф напали, а что я могу сделать один? Да отвали ты от меня! Вы видели? Он меня преследует, я ничего не могу сделать. Я даже убежать не могу. Охренеть просто можно. А они все фиг знает где, короче, за картой. Наш сейф почти уничтожили, они за картой бегают. Это x10, чуваки. Как вы можете так сделать? Серьезно? Это просто капец, мы уже проигрываем. Мне придется сейчас ставить мортиру, иначе мы просто сольем вот сейчас. Это просто капец, зачем вы так сделали? Вы что такие глупые-то? Это капец, комрады мои вообще. Самая худшая команда вот из всех, которая была в этом режиме пока что. Это капец, конечно. Я не знаю, что мы будем так делать. Мы не продержимся и двух минут, потому что сейчас босс пойдет. А они все внизу, да? И я один такой должен босса убивать, да? Типа того ты считаешь, или как вообще? Я поймал одну ракету, к сожалению. Но здесь надо на себя огонь как бы направлять. Это да. Да-да-да, Булл, Булл, молодец. Отлично, отлично. Первая здравая идея, первая здравая идея. Молодец, молодец, чувак. Так, нос почесал. Это может плохо закончиться. Так, ну босса убили, хорошо. Кстати, Булл офигенно размотал противников. Такс. Ну, он куда-то мимо стрелял, вот этот чувак, к сожалению. Не знаю, для него, конечно, к сожалению, не для меня. Давайте я вот сюда мортиру переставлю. Здесь она будет хоть как-то защищена. Ух ты, какие жирные пацаны пошли. Так, можешь ты на меня немножечко так вот... Нифига себе, он быстро бьет. Так, пошла эта фигня дурацкая. Вынесла мою... Мой турель. Булл, помоги, пожалуйста, тут очень жесткая тема. Блин, турель нашего второго союзника также вынесли. Ну, знаете, мы продержались две минуты, уже неплохо, как бы. Но две минуты, для этого все-таки очень-очень мало. Да, ясно, понятно. Мы изначально очень-очень много здоровья потратили, из-за того, что наши камрадесы, когда босс пошел, пошли вниз зачем-то, когда пошел этот, как его называется, огромная толпа слева, они все куда-то ушли. Булл направо сидел и стоял, и ничего не делал. Это было охренеть, конечно, как не очень. У нас два сундука, кстати, получается. Давайте откроем их. Что у них есть? Здесь у нас монеты, здесь у нас очки силы для Рика, очки силы для... О, Шелли можно улучшить, билетики новые дали. Вот еще откроем сундучок. Монетки для Барли, для Джесси. Опять же, тоже доступно улучшение для Джесси. Можно ее улучшить, но мне бы хотелось Шелли все-таки улучшить. Это один из моих лучших бойцов. Ни хрена себе, ну... Ладно, я передумал, давайте Джесси улучшим. Сначала Джесси. Теперь уже придется, как мы понимаем, копить... Ну, денежки. Давайте я возьму еще раз Пенни. Сыграем с вами еще раз на раборубке. Блин, я случайно Х1 сыграл. Ну ладно, Х1 так Х1. Ничего страшного. Один раз можно Х1 сыграть. У нас танк и второй механик. Это очень круто, кстати. Я обожаю, когда много, так сказать, чуваков. Если бы еще не то было, то это получается, мы могли бы сразу поставить три штуки, которые бы атаковали врагов. Так, на, получай. Сейчас они еще пойдут, знаете, так вдвоем, и я смогу сразу двоих повредить, да. Так, чувак, танкуй, танкуй. Молодец. Так, я снизу буду танковать сейчас. Давай ты танкуешь. Я не такой жирный просто, как ты, а ты офигенно жирный, и ты хорошо танкуешь. Так, механик там набивает, видимо, себе на турель. Это очень важно, на самом деле, сделать. Ее тоже надо бы это делать. Но я это делаю на базе. То есть мне не особо важно. Пока что мы содерживаем противника, потому что ничего страшного. Да. Так что пока вот это накопление мне еще можно организовать. Так, давай сюда. Здесь готово. Давайте я поставлю сразу турельку. Блин, чуть-чуть криво поставил. Хотел за стеной поставить. Не трогай мою турель, засранец. Помоги, помоги. Отлично, спасибо. Так, там снизу идут пацаны. Отлично. Шестая волна пошла. Скоро босс уже будет. А на какой босс идет волне, кстати? Что-то я это не особо запомнил. А, босс идет на седьмой. Окей, запомнили. Седьмой. Ну, я примерно так и думал, что он будет на седьмой идти. Там идут пацаны. Все дела. Так, и босс. Вон он, мы его видим. Давай-ка потихонечку в него запулять все. Сейчас он ракеты свои запустит, поэтому надо будет... Увернуть... Да ни хрена себе, он так по касательной пустил ракету. Как рикошет, блин, какой-то дурацкий. Блин, моя турель не стреляет в него. Стоит, наверное, вот здесь турельку поставить на данный момент. Иначе, как сказать, она не... Блин, он просто ее бьет через стену. Она вообще охреневший. А мы ничего не можем сделать. Меня сейчас вообще нафиг убьют. Там робот еще какой-то пошел. Чувак уводит чуваков. Так, а я ничего в этот момент сделать не могу. Ясно. Вот начинается вот это вот. И мы даже прошли... Короче, завалили игру на самой начальной стадии. Ну, вот этот чувак, конечно, он танкует, да. Он, типа, принимал много урона. Но при этом он... Не знаю, он сам очень мало урона наносит. И он не такой эффективный. Но это было Х1, поэтому ничего страшного. Давайте лучше я себе сделаю, допустим, Х3. Почему бы нет? И попробуем сыграть с вами еще раз. Найдено игроков 2 из 3. События к билетам не расходятся жетоны. Но для игры тебе понадобятся билеты. Окей. We see. Дио. О, знамя Дио. И это опять же механик и хилер, блин. Не знаю, зачем здесь хилер? У него самый низкий урон. Вот это сейчас будет проблематично. Я думаю, это будет одна из самых плохих игр. Потому что хилер нам, конечно, всю игру запорит. Я сейчас не шучу. Потому что он очень мало урона наносит. Я не знаю. Единственный его плюс это вот сплэш. То есть, если он будет сразу толпу противников сплэшем бить. Тогда он, может быть, и нанесет сколько-то урона. Плюс он должен быть очень хорошим хилером. То есть, вовремя нас хилить. Иначе будут проблемы. Ну, кстати, у него какие-то, знаете, звездочки есть. Может, у него высокого уровня хилер. И он сравним с обычным бойцом по силе выстрелов. Потому что, вот посмотрите, вроде он неплохо дамажит. То есть, убивает противников нормально так. Хотя, не, показалось вроде бы. Ну, ладно. Увидим, увидим. Тем не менее. Так, сюда пошли пацаны. Хотя, не, он дамажит. Он дамажит. Причем даже посильнее, чем мы, механики. Да, вижу, 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 вижу. Пытаюсь попасть по нему. Все, ставлю турель. Вот сюда. Все, теперь у нас будет побольше урона, по крайней мере. Отлично. Турелька немножечко дамажит потихоньку. Экс, пошла жара. Хилер, можно отхилить наших союзников? Надеюсь, он додумается отхилить нас. Что-то он не хилит. Почему он не хилит? У него давно должен был супер набраться. Он часто очень попадал по противникам. Как сейчас полетят ракеты, это очень плохо. Потому что часть из них улетит в сейф. Хилер, хиль. Хилер, хиль. Хилер, хиль. Не хочет. Ясно, понятно. Но мне нету смысла сейчас ставить новую турель. Хилер не хилит. Несмотря даже на то, что у всех у нас уже очень мало здоровья. Может, ты отхилишь все-таки? Нет. Ну, ясно. Вот это вот понятно, короче. Отличный хилер. В кавычках, конечно же. Потому что он вообще не хилит. О, да неужели ты додумался отхилить? Ну, мне вот уже сейчас уже вообще нафиг не надо, на самом деле. Потому что мы уже прошли. Уже босс мертв. Так, на, получай. Расписывайся. Так, мортира теперь попадает. Хоть что-то хорошо. Давайте я переставлю чуть-чуть мортирку сюда. Блин, у нас просто чувак стоит и ничего не делает. Ты будешь, может, хоть что-то делать? Он вообще ничего не делает. То есть, наши просто сливают капки. Он пришел. Но это уже поздно. Сейчас вот эта вот хрень убьет наш сейф и все будет проиграно. Это поражение. Я, кстати, лучший игрок, по-моему, получился. Или что-то вроде того. 42 очка получили. Ну, погнали дальше, че. Е-е-е, победа, очки, давай сюда. Бойцы, бойцы, бойцы. Кого бы взять? Может быть, взять кого-нибудь другого? Не инженеров. Допустим, я не знаю, там того же Барли. Может, Ниту взять. Может, взять Шелли. Кстати, не знаю, как Шелли себя покажет. Но мне кажется, у нее просто здоровья не будет хватать, чтобы драться на близкой дистанции. Поэтому я не думаю, что она очень булг. Ну, так, такое себе. Мне кажется, все-таки вот инженеры, они самые лучшие. То есть, либо Джесси брать, да, у которой у меня такой уровень прокачки, либо эту бабу. Ну, мне кажется, что Джесси будет здесь получше, так как мы ее недавно с вами прокачали, и она будет побольше урона наносить своими выстрелами и своей турелью. Но при этом турель у нее специфическая, нужно знать, где ее ставить. Допустим, я ее буду ставить, скорее всего, прямо на сейфе. Мне так кажется. Либо вот на каких-нибудь, знаете, таких перекрестных путях, где есть очень удобные, плоские такие... Вы понимаете. Плюс мне больше нравятся выстрелы вот как раз-таки у этого героя, потому что они отлетают от одного противника к другому. Если идет несколько мобов подряд, то они все получают урон. То есть, стреляется в одного, потом отлетает от него в следующего, отлетает в следующего и так далее. Так, можно мне набить, пожалуйста? Я тут единственный механик, как бы. Мне нужны очки вот эти вот. А вы всех мобов забираете. Вот зачем вам суперы? Зачем вам суперы вот на начальных стадиях? Скажите мне, пожалуйста. О, отлично, отлично. Вот, смотрите, видите, двоих убил, потому что я выстрелил в одного, и она отлетела от другой. Магнетизм. Магнетизм, все дела, прикольная тема. Так, Коль, меня чуть не убили. Будь аккуратнее, ты еще более тонкий, чем я. Так, я постараюсь сейчас отхилиться немножечко. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Все, хватит. Штурмуем. Так, и мне нужно супер уже накапливать, потому что шестая волна скоро босс будет. Так, на, получай. Все, супер есть, отлично. Можно уже ставить себе турельку куда-нибудь. Я поставлю первый раз на сейф, прямо вот на сейф. Ну, или практически на сейф, да. Так, там идет три пацана, и это очень хорошо на самом деле, потому что я могу вот опять же использовать свою механику. Так, вы зачем-то суперы на них использовали. Я бы их один размотал обычным своим выстрелом. Не стоило вам этого делать. Так, мы... Блин, он прямо на сейф это сделал. Ну, чуть-чуть совсем задел, это хорошо. Дошел до моей турели, мочит мою турель. Не трогай мою турель, скотина, он убил меня, ясно. Но они исправятся. Наши пацаны исправятся. У них, в принципе, очень мало здоровья осталось у противника. Турель мою вынесли, но у меня, по-моему, новая уже готова. Так что, ничего страшного, пацаны, пока что все норм. Так, давайте я ее сразу же поставлю тогда вот сюда. Пусть она хоть как-то наш сейф дефендит, если что. Так, пошла птичка. Дефендим. Так, Барли воскресился. Отлично, наша команда снова в сборе. И это похоже на лучший матчап, потому что мы уже убили босса, и у нас почти полное здоровье у сейфа. Он ничего не смог сделать. Кольт играет очень неплохо. Я удивлен, на самом деле, что вот с такой командой, с Барли, с Кольтом, у нас получается играть неплохо. Так, Барли умер, это плохо, это очень плохо, это ужасно. Потому что мы сейчас вдвоем придется нам дефендить. Но Кольт очень хорошо дамажит, особенно вот этих вот жирных пацанов. И просто классно очень получается. Я сам хочу за Кольта сыграть тогда, попробовать. Но Кольта есть небольшие минусы. У него очень мало здоровья, ему надо играть очень аккуратно. Потому что если его зажмет какой-нибудь стрелок или будет попадать случайно, то он очень быстро... Вот, смотрите, видите, что бывает? Да блин, не вниз стреляй, стреляй вверх. Так, я здесь турель поставлю. Да блин, они все равно стреляют не по турели, а по мне. Какая-то у них странная механика. Но ничего, наши двое воскресились. Я надеюсь, они... Да, молодец, красиво! Вот это было офигенно, на самом деле. Так, минус ты. Давайте заблокируем как можно больше урона от стрелка. Постараюсь увернуться. Да, так и есть. Все, теперь мне надо супер копить. Там снизу босс! Пацаны, ну куда вы? Пацаны! У нас пораненый. Все, это конец. Это, конечно, уже не выиграть. Он сейчас просто сейф начнет долбить, и на этом как бы все закончится. Чувак, долби меня, короче. Я понимаю, что я... Я просто хотел протянуть хотя бы еще пару секунд. А пацаны не спрятались. Им надо было тоже идти в упор, я не знаю, делать хоть что-то, потому что так мы просто проигрываем. Так хотя бы 2-3 секунды выиграть, больше награда будет, если чем больше времени, скорее всего, тут проходим. Ладно, у нас осталось сколько? Еще целых 3 билетика, поэтому... Давайте используем их все сразу же. Можно сыграть 3 боя, можно сыграть за 2, можно сыграть... За 2 и 1, но мы сыграем сразу на 3. Типа последний матч у нас самый жесткий будет за того же самого героя, за... Того героя, который, мне кажется, лучшим для этой карты. Ну, может быть, Пенни чуть-чуть получше из-за того, что у него мортира стреляет навесом. Но мне кажется, что все-таки играть за... Как ее... Я забыл, вот этого механика зовут уже Джесси, или как там ее зовут? Забываю. Или Джесси это из Майнкрафта? Я уже что-то путаю все. У нас, кстати, 2 танка. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот... То, что у нас Рестлер есть, это очень даже неплохо на самом деле, потому что он очень клево нагибает. Не знаю, сколько мы продержимся, но надеюсь, что долго. Так, изи. Хотя он не очень много урона носит, видимо, у него прокачка слабенькая. Чуваки, впитывайте. Вот этот Рестлер, он должен больше всего урона нам впитывать, потому что он самый жирный. Я самый тонкий из всех, меня надо беречь и лелеять. Так что давайте, пацаны. Очень рискованно играют, конечно. Я там немножечко позволил ударить сейф. Но что я могу сделать? Я не танк, я не могу танковать урон. Видите, что бывает, если меня попадают? Я почти труп уже. Мне надо отхилиться, и всем нашим пацанам надо отхилиться. Так, этого чувака сейчас убьют у нас. Прости, братан. Я сам... Еле-еле... Че? Когда вы успели? Они оба умерли, вы видели, да? Когда... А нет, один не умер, он ушел. Он все это время просто... Ну вот почему у меня такая команда всегда появляется, когда долбят наш сейф? Наши гуляют где-то там фиг знает где и не знают, что делают. Так, давайте вынесем вот этого чувака. Зачем вы сломали здесь стену? Такая удобная стена стояла. Так, сейчас полетят бомбы. Точнее, ракеты. Давайте я запущу супер сюда. Так, он отвлекает. Не знаю, зачем ведет его туда. Видимо, чтобы он не дошел до сейфа. Да нет, если мы все вместе на него накинемся, то это будет не проблема на самом деле. Так, пошел жирный. Я пока защищаю наш сейф. Так, о, воскресился наш герой. Союзник, точнее. Так, давайте я вот сюда... Блин, успел. Успел хотя бы турель поставить. Хоть что-то им в помощь пойдет. Турелька. Защищайте мою турельни, давайте... Реслер, блин. Ладно, нормально, нормально. Ничего страшного. Подумаешь, уничтожили турель. Не катастрофично. Ну, блин. А вот это катастрофично, когда меня зажимают со всех сторон. Так, турелька, помогай мне. Все, я труп, я труп. Ну, турель я надеюсь хотя бы задамажит. Да, да, да. Давай вынеси, вынеси его. Отлично, хотя бы убили босса. Хотя бы убили босса, уже неплохо. 2.21 этого времени. Уровня у нас... Да, не очень много, но... Пойдет, пойдет. Получили достаточно много жетонов, 42 штуки. А это значит, что, скорее всего, откроем еще один ящичек. Давайте откроем еще один ящичек. У нас сегодня очень много этих синих ящичков получается. 20 монет. Очки силы для хальта и очки силы для ниты. Так, кстати, доступно улучшение. Неплохо, что мы с вами купили очки, потому что сейчас мы можем улучшить уже героев. Если бы я не докупил очки силы для ниты и очки силы для шели, то мне бы точно не хватило и пришлось бы в любом случае докупать. Поэтому они жили потраченных монет. А вот эти вот деньги, 290 и 290, я понятия не имею, как заработать. Это нужно, я не знаю, играть очень много и очень много сундуков открыть. Раборубка, защитники халмату. Даже можно было карту посмотреть. Ладно, давайте сыграем один раз в режиме захвата кристаллов. Я, наверное, поиграю за нового героя, опять же, да, за которым мы с вами меньше всего играем. А именно за Пенни. Мы ее даже меньше играем, чем за Була. Хочу просто посмотреть, как она себя покажет в захвате кристаллов еще ни разу. А нет, пробовали, мы вроде пробовали, мы играли с вами за нее. Или в незахвате кристаллов мы играли. Ну, неважно, короче. Увидим, как это работает вообще. Ага, попал. Так, это плохо, я не знал, что он здесь прячется. А, он меня отпустил. Ну-ну-ну, чувак, это ты зря, конечно, сделал. Так, там никого нету, рубины можно забрать. Браули? Браули? Как его забыл? Забыл уже, как зовут, только что хотел сказать. И забыл на полусловие. Как его там? Барли, во. Так, это плохо, это очень плохо. Так. Нет, ну... Ну, сволочи, ну вот тупой медведь, ну почему он, блин, никто не мог его убить в этот момент? Это плохо было, это было ужасно. Так. Так, 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 не трожь эту хрень. О, он, он стреляет на опережение, он стреляет... Он не просто вжимает кнопку стрельбы, он целится. Это плохо, это ужасно на самом деле. Я так играть, допустим, не умею. Опа. Нет, я тоже умею целиться, как бы вот так вот целюсь, так бац, бац, и тут сплэш, сплэш. Давайте здесь турельку ставим. Опять медведь, не трогай мою турель, ты задолбал, он постоянно разрушает мою турель. Так. Так, надо забрать те кристаллы в любом случае. Так, пошла вон. Так, блин, аааа, со всех сторон зажали пацаны. Чуваки, блин, рестлер, вот рестлер, если бы ты помог, если бы ты просто помог. Ммм, ну, тем не менее, всех убил, конечно, но, блин, его тоже убьют сейчас, мне кажется. Так, куда это я пошел, что-то я отвлекся немножечко. Так, пошла жара, они не подозревают даже, где находится моя турель, но вот Барли в нее попал случайно абсолютно. Так, минус два героя, изи. Так, турель мы уничтожили, это плохо. Там нам нужно рестлера убить им, но, как сказать, я даже не помогаю ему, потому что, ну, без разницы тут. Очередная победка, Пенни получает новый ранг, это отлично. Звездный жетон получаем. Откуда у меня звездный жетон? Я же не был лучшим игроком матча. Почему мне его дали? Ну, не важно, хорошо, я рад, спасибо за жетон, что я могу сказать. Ну, ладно, что ж, на этом мы будем заканчивать. Чисто был такой, знаете, просто последний матч, чтобы сыграть немножечко в обычный режим, посмотреть на Пенни. В принципе, неплохой герой, но вблизи она, опять же, очень быстро проигрывает, так как у нее очень мало здоровья, а оружие не мощное. Ни вблизи, ни издалека. Единственное, что хорошо, если враги идут с копом, она стреляет в одного, разлетается сзади него три осколка и попадает в остальных. Вот тогда она неплоха, то есть, если несколько противников идут, то ты можешь задамажить, но при этом не убить противника. У них должно быть мало здоровья, чтобы его добить. Это, знаете, такой юнит поддержки, напрямую зависящий. То есть, и мортира, там можно ее спрятать в кусах, это очень круто, она стреляет через стену, это просто офигенно на самом деле. Вот мортира, это просто вот все, это все для героя. Это вот просто какая-то, я не знаю, ультимативная вещь, которая ради нее, короче, стоит играть этим героем, вот так вот я бы сказал. Ну, ладно, что ж, на этом я уже точно буду заканчивать. Большое спасибо вам всем за просмотр, с вами был Ник, удачи, до скорых встреч, еще увидимся. Пока-пока.